Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В музее изобразительных искусств имени Ткаченко открылась выставка «Дербент» легендарный «Дербент исторический», на которой представлены работы дагестанского художника Мелик Мамеда Агабалаева, посвященные истории города. Судьба города Дербент необычайна и удивительна. Возникнув в глубокой древности, он просуществовал до наших дней, сохранив свой древний облик, несмотря на бесчисленные штурмы и разрушения. Своё название, хотя каждый народ именовал эти ворота по-своему, трудно найти другой такой город, который бы оказался в потоке триумфальных побед. Столько раз служил яблоком раздора и ареной кровопролитной борьбы, переходил из рук в руки, попадал под власть завоевателей и вновь добивался независимости, пережил подъёмы и упадки, расцветы и запустения. Выставку «Дербент легендарный, Дербент исторический» по традиции открыла директор музея изобразительных искусств Елена Ремхин. Сегодня мы открываем выставку соседней республики, которая называется «Дербент легендарный, Дербент исторический». И вы знаете, я хочу выразить признательность и благодарность прежде всего художнику Дербентского музея-заповедника за организацию этой выставки, собственно, это его и есть персональная выставка, за то, что познакомил нас с историей Дагестана, с костюмами, с культурой. Спасибо ему за это огромное. Ну и, конечно же, кстати, Агабалаев Мелик Мамед Агабалаевич. Это виновник сегодняшнего торжества. Также я хотела бы выразить признательность, конечно же, за содействие в организации выставки директору Дербентского государственного историко-архитектурного художественного музея-заповедника Ибрагимову Али Магиеддиновичу. И их, к сожалению, нет сегодня, но вы, наверное, в первом зале видели работы мастериц. Мастериц — это Гаджива Эльвида Мисрихановна, мастер по коврокачеству. Спасибо ей огромное за участие. И Рамазанова Лира Магалиевна — это художник-дизайнер. Спасибо вашей команде за то, что вы к нам приехали и за то, что нам преподнесли такую замечательную выставку, праздник. Я надеюсь, что и туристы нашей республики, и жители нашей республики всё-таки придут, посмотрят и познакомятся с этой выставкой. Она у нас будет работать весь месяц, поэтому всем добро пожаловать. А сейчас я хочу предоставить слово руководителю Национально-культурного центра Дагестан Ибрагиму Сурхайханову. Мне очень приятно, что это мой земляк, и Дагестан — это большая страна, это самая крупная республика из северокавказских республик. И с богатейшей историей, и то, что вот эта выставка представляет мне, и я думаю, что всем любителям, прежде всего, историческую ценность. Люди ознакомятся, познакомятся с древнейшим городом Дербент. Дербент, это, вы, наверное, все знаете, это очень древний город с очень славной традицией, трагической, в то же время славной. И все это воплотил велик, прекрасный художник. Хорошие работы, очень красивые. А они естественные, хорошие, натуральные. Натурализм. Многие не любят. Сейчас, знаете, вот тенденций много. И сейчас, и всегда было, а сейчас особенно. Но такой вот, знаете, вот реализм, он всегда в почете и всегда хорошо. Я очень благодарен ему. И благодарен тем людям, которые сегодня смогли прийти. Слава народному мастеру Российской Федерации, главному хранителю нашего музея Владимиру Макаеву. Я лично из себя хочу выразить великую, просто удивительную человек, с которым я пусть и кратко, но познакомился, а, как говорится, достаточно даже нескольких фраз, нескольких слов, чтобы выжить в собеседнике человека глубоко содержательного. Не просто художника, не просто живописца, или графика, или хорошего акварелиста, и так далее. Можно говорить бесконечно. А увидеть за этим личность, как мне представилась, а мы немножечко чай попили, что я мог себе позволить. Перед нами очень высокая, тонкая личность, хороший этнограф, ученый, великолепно понимающий цели развития общества, великолепно разбирающийся в конфессионных особенностях общества, а мы живем в республике, в котором много конфессионных, человек, который тонко понимает суть движения времени и значимость искусства культуры для цивилизации. Это не узко представленный, вы извините, что я немножечко вот так, да, не узко представленный человек, который отстаивает свою позицию культурологическую, своей, допустим, нации, или своего народа, или своей какой-то, ну, социальной группы. Он глубоко, интернационально, при этом, при этом несет именно вот эти знаковые, знаковые вещи нашего общества, нашего гуманитарного общества, связанного с Северным Кавказом и нашим братьям Дагестаном. Очень приятно увидеть его работы вот в таком, ну, пусть на очень хорошем, замечательном музее, но все-таки музее. Да, это работы великолепные, хорошие, содержательные, можно подумать, они связаны и с архитектурой, и этнографией, то есть сами за себя говорят. Блик, большое вам спасибо от всех нас, от всех любителей искусства. Вы настоящий патриот своей страны, патриот своего народа и дай бог, чтобы у вас все получилось еще лучше, чем вы дали представляете. Спасибо вам большое. Спасибо. Дорогие друзья, я очень рад, что в этих стенах музея изобразил искусство города Нальчика. Я впервые, и рад, что вы пришли на это открытие. Во-первых, хочется мне поблагодарить директора этого музея, Елену Владимировну, всех сотрудников этого музея, тех, которые помогли в организации этой выставки. Всем музеям, где я побывал, в этом году, Кострома, и Лабуга, Астрахан, и Пятигорск, и Нальчик. Дарю я свои картины. Сзади меня картина, тоже диребенский вид, дарю музею изо города Нальчика. Я еще раз всех нас поздравляю с открытием выставки, и приятного всем просмотра, и добро пожаловать на нашу выставку. Дирбент – загадочный сфинкс, стоящий в себе много неожиданного и интересного. Презирая века и тысячелетия, уверенно и смело шагает в прекрасное и счастливое будущее. Выездная выставка Дирбент, легендарный Дирбент исторический, является ценнейшей информацией о древнем городе на юге России. Призыв Рериха «Мир через культуру» остается актуальным по сей день. Эта выставка знакомит с историей и культурой Дирбента, этапами развития города, легендами Дирбента, который был ареной борьбы великих держав, путешественниками, учеными и писателями, посетившими Дирбент в разные периоды истории. В Дирбентском музее-заповеднике я работал с 2000 года. За это время я основным занимался разработкой картин по истории Дирбента. Но очень много материала не было, искал компьютерные эти, поеду чуть попозже, и поэтому по крупицам собирая материалы, создавались картины. И сейчас в этом музее находится более 50 картин и по истории, и по культуре Дирбента. Но Дирбент на таком месте находится, можно сказать, Дагестана или России, где с севера на юг, юг на север были великие дороги переселения народов. Ну, после последствий стал и Великий Шелковый Путь тоже. И таким образом Дирбент сам по себе образовался, и его название, такое интересное носит Дирбент, означает узел связь, запор ворот. Ну, по-другому, если взять, это как ворота. Вот такой город стоял, и он стоит, много памятник архитектуры осталось, много осталось здесь интересных объектов архитектуры, именно культовое значение, и поэтому является Дирбент еще место паломничества мусульман. Когда мы с вами общались, сказали о том, что вы чуть ли не с самого детства занимаетесь этой темой. В школе я, когда учился, ходил в кровейский кружок. Обычно в школах такие бывают. И в то же время я рисовал немножко, так, можно сказать, как любитель. А в кровейском кружке, что мой, основной изучал край свой, вокруг себя. И несколько делал мы с учителем географии, может быть, путешествие на памятники. А там очень большие курганы есть, там, где мы копаем, где-то выходят черепки, там, угольки и так далее. Ну, это искали здесь, в других местах, вокруг этого места, где я живу, это в районе Дирбентском. И мне интересовался, кто здесь были, почему оставили, к какой культуре относится. Вот такие задачи или вопросы я себе задавал. И постепенно, постепенно, изучая литературу о нем, хотя в то время очень скудно было, 70-е годы. Но, тем не менее, я, можно сказать, каждый раз что-то новое находил. Даже было такое, что дети нам говорили, что с нашего места, в котором мы ходили, до Дирбент есть подземные ходы. Нам интересно было это даже. Сейчас я соприкасаюсь с этим, а действительно это есть. Ну, просто завалено, нет ходов, мы закрыты каким-то образом. Ну, может, в связи с длительностью времени, они не сохранились. Вот, таким образом, рисую я, постепенно, постепенно, стал приобщаться к истории и в то же время рисовать все это. Вот. И меня воины рисовали, различные объекты. И в том же селе, в котором я живу, там тоже крепость есть. Село, что интересно, называется Кулар. Кулары где-то, в Чечне я видел, тоже Кулары какой-то есть населённый пункт. Ну, Кул, это индий-ерапевская это название. Кул означает раб. А Лар, это многое число. Кулар. Обратное чтение, лук получается. Лук на лезгинском языке тоже раб означает. Обратное чтение, это слово. А в крепости, как раз, было место переселения из Дербента, Кулар и дальше доходило до Передней Азии. То есть, вот эта тема очень вас увлекла. Волновала, да. И вы занимаетесь этим много-много лет. Много-много лет, да. И вы сказали, что сегодня в Музее изобразительных искусств представлена лишь малая толика ваших работ. У вас, видимо, как говорится, море этих работ. Ну, они здесь, как я сказал в начале, представлены камерные картины, небольшие. И сюжет, они раскрывают определенный срез истории Дербента. И поэтому, чтобы было легче их перевести с одного города в другой, а мы едем из Костромы, Елабу, Астрахан, Пятигорск, и мы Нальчики сегодня. И для облегчения сделать такие камерные картины. Министерство культуры поставило задачу прославить город за пределами республики, о нем рассказать, о ее истории, о культуре, о людях и тех полководств, которые побывали в этом городе, кто захватил, кто не смог и так далее. Вот интересные некончаемые истории, которые еще надо картину писать, писать, еще писать. Ну что ж, удачи вам и дальнейших творческих успехов. Спасибо вам. Спасибо. Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Увидимся завтра, в пятницу, 16 августа. Всего вам доброго и до встречи.